Все в порядке, ребята. В этом видео мы покажем тебе инструменты, которые тебе нужно иметь при себе в грузовике, когда ты собираешься монтировать свою фальцевую металлическую кровь. Останься здесь. Мы покажем тебе, что это такое. Как дела, ребята? Меня зовут Арон. Мы здесь, в нашем магазине, и в предыдущем видео с инструментами, которые мы сделали. Все было о сумке для инструментов и инструментах, которые вам нужно иметь при себе для изготовления фальцевой металлической кровли, сумке для инструментов. Но это не единственные инструменты, которые нужны для эффективной работы со стоячим швом. Итак, в этом видео мы рассмотрим мой любимый список или 5 лучших инструментов, без которых я не хочу, чтобы мои ребята уходили из магазина, когда мы будем обрабатывать стоячий шв. Так что давай сразу перейдем к делу. Первым инструментом будет VUKO. Хорошо, ребята, у меня в руках инструмент под названием VUKO. И по сути это устройство для формирования рулонов, которое вы используете в своей руке. Значит, у него будет одна функция. Это займет металл от плоского куска металла до девяностахного изгиба. Значит, ты станешь поворотным пунктом. Возьми кусок металла и согни его. И это в основном функция этого инструмента. Ты собираешься по-настоящему использовать это только в паре мест на работе. Ты собираешься использовать его, когда начнешь пробежку, возможно. И ты собираешься использовать его, когда закончишь, если тебе придется отрезать край панель. Но почему этот инструмент так важен? Потому что не за каждую работу ты начинаешь. Ты просто не всегда можешь начинать с полного мальчика, потому что там, где твои замки попадут, ты можешь наткнуться на трубу или стопку или что-то в этом роде. Какое-то препятствие на крыше, которое тебе нужно обойти. Так что тебе, возможно, придется начинать с того, что снимать кровельные панели на 6 дюймов. Снимай на 8 дюймов, чтобы не попадать своими вспышками. Твоя трубка сверкает на замке. И это то, что этот инструмент позволит тебе сделать. Ты можешь провести ножницами прямо по краю панели или ножницами, а затем нанести на нее этот вухол. Установи глубину. Там есть циферблаты. Эта штука вырастет до 8 дюймов в высоту. Это сделает изгиб высотой 8 дюймов, и ты сможешь запустить этот ралформер прямо по краю панели и создать новый край. Чтобы можно было начинать или заканчивать набор панелей, поворачивая край вверх. Хорошо, ребята? Просто небольшой совет, когда вы пойдете покупать это. Это не дешево. VUKO производит целую линейку продуктов, полную отличных вещей. Не все это тебе понадобится. Если ты просто монтажник стоячего шва, тебе может не понадобиться много их специальных инструментов для обработки листового металла. Они продают их в наборах, и они продают их одиночными. Я купил это. Один. Я купил это в комплекте. Оба из них превратят панели с плоской в 90, а затем у них есть VUKO, который перевернет ее до конца с 90 на 180. Теперь, по правде говоря, если тебе нужен набор, купи его. Но мы никогда не использовали этот инструмент на работе, чтобы перейти от 90 к 180, мы в значительной степени, как только мы дойдем до 90. Мы можем использовать ручные щипцы. Так что, если у тебя мало денег, и ты просто пытаешься собрать свои инструменты, не бойся просто купить один. Мне нравится тот, который достигает 8 дюймов. Это дает тебе гибкость. Если ты собираешься обойти дымоход, и хочешь сделать высокую спинку на какой-нибудь отделке, или мансардное окно, или что-то еще на заказ в стене, тот, который поднимется до 8, это все, что тебе нужно. Хорошо, ребята. Следующая вещь, следующий инструмент, без которого вы не захотите выходить из магазина утром, будет вашим инструментом для подшивания. Итак, у меня есть множество инструментов для подшивания. Итак, у нас есть 16 для панели шириной 16 дюймов. У меня есть 18 для панели шириной 18 дюймов. А потом у меня будет длинный, потому что даже если вы сажете панель шириной 16 дюймов, но вы собираетесь подшить долину, у вас будет больше места. Значит, тебе понадобятся инструменты для подшивания разных размеров. Теперь я покупаю это вам с СИСАПЛАЙ ОНЛАЙН. Они их делают. Это их бренд. Они великолепны. Они алюминиевые, они служат долго. И это, по сути, все, что вам нужно, чтобы подшить панель. Легко моется. Они недорогие. Купи себе что-нибудь по размеру, особенно разнообразное. Купи себе длинную, чтобы ты мог подшить свои лоскутки. И потом это инструменты для выпечки хлеба. Мы используем этот инструмент, чтобы поджарить заднюю часть панели, чтобы перевернуть ее вверх. Так это для наших панелей шириной 16 дюймов, а это для наших панелей шириной 18 дюймов. Но ты хочешь иметь множество инструментов для выпечки хлеба, которые помогут тебе сделать чистый переход на задней панели и сделать форму для выпечки красивой и чистой. Все в порядке, ребята. Следующий инструмент, который тебе понадобится в твоем грузовике, который облегчит твою жизнь и ускорит установку. Эти домкраты для крыши предназначены для стоячего шва. У меня есть видео только об этом. Они мне так нравятся. Мы сняли видео с обзором передач на нашей вкладке «Обзор передач как раз на них», если ты хочешь узнать о них больше. Но эти вещи, чувак, я не знаю, как бы я жил без них. У нас есть небольшой парк таких машин. У нас их 20 или 24 штуки. Они стоят около 1000 баксов за штуку. Мое предложение состояло бы в том, чтобы со временем покупать их парами по два, чтобы между ними можно было поставить прогулочную доску. И то, как мы управляем этими досками, просто для того, чтобы у тебя было представление о том, как мы это делаем и получаем максимальную отдачу от этих домкратов. Когда мы идем на работу, обычно есть сторона, которая более доступна, и обычно есть сторона, которая менее доступна. Особенно в тех районах, где мы работаем, например, в этих оживленных исторических районах в центре города. Обычно есть сторона, до которой трудно дотянуться. Это та сторона, которую мы делаем первой, и обычно мы не ставим домкраты на эту сторону. Мы обычно устанавливаем наши гнезда на противоположной стороне. Так что обычно эта работа и так. Мы поливаем сооружение льдом и водой. Мы накроем крышу с той стороны, куда труднее всего добраться. Итак, мы собираемся перенести наш материал на ту сторону, в которой легче получить доступ. Либо по лестницам, либо подай их наверх. Что бы нам не нужно было сделать, мы собираемся перекрыть ту сторону, к которой труднее всего добраться, а затем спустимся с этой стороны. А потом мы собираемся перекрыть ту сторону, где мы находимся, в которой легче получить доступ. И мы собираемся установить ряд этих домкратов внизу крыши. А затем мы установим еще один ряд этих домкратов чуть ниже гребня, чтобы мы могли обрабатывать гребень. Но с той стороны, с которой у нас лучший доступ. Чтобы мы, как только обработаем гребень, установили Z. Установи гребень, вставь все наши заклепки, сделай все, что мы должны сделать наверху Установи все наши планки, наши рейки и все такое Тогда мы начинаем разбивать эту работу на части Мы сломаем доски Тогда мы сломаем домкраты и перейдем к нижнему набору досок, которые находятся на карнизе Так что иногда это в пределах досягаемости лестницы Иногда этот карниз находится в пределах досягаемости подъемника Но мы работаем сверху вниз, а потом ломаемся Так, сломай верхушку, а потом сломай. Вот как мы используем эти гнезда. И мы не купили их все сразу. Мы накапливали их с течением времени в парах по 2,4. Но я не могу рекомендовать эти вещи достаточно. Это сделано компанией Metal Plus LC. Мы поместим ссылку в описании, чтобы вы, ребята, могли найти этих парней в интернете. Это просто фантастика. Они сделают твою работу более безопасной и принесут тебе деньги. Хорошо, ребята, следующий инструмент, который наши ребята должны иметь при себе в своем рузовике, это защита от падения. Это еще один продукт компании Metal Plus LC. Это точка соединения для стоячего шва. Не проделывает никаких дырок, он просто работает под давление. Ты в основном открываешь это. Это гайка в 3,25 дюйма прямо здесь. Открой его, положи поверх своего замка, опусти обратно. Ты затянешь свой болт, гаечный ключ на 3,25 дюйма, и ты зацепишь свою веревку прямо за него. Так что это простой и легкий способ быть в безопасности на ваших металлических крышах, когда вы их устанавливаете. Все в порядке, ребята. И последнее, но не менее важное. Старые добрые пильные лошади. Я хочу, чтобы у каждого человека на работе была пара пильных лошадей. Так что если у вас есть бригада из шести человек или бригада из восьми человек, и у вас есть одна или две пары пильных лошадей, вы ограничиваете свое производство. Когда дело доходит до этого, вырезай кусочки долины, подшивь и все такое, или работай с отделкой и прошивкой. Мне нравится набор козел для пиления, по крайней мере один комплект на человека, который у меня есть на работе. Так что когда мы переходим к более медленным участкам работы, скажем, к долинам или к обрезке и прошивке, мы можем заставить нескольких парней подрезать и подшивать внизу. Потому что мы не помним, медленнее ли это или больше полевых работ идет на панель. Мне не нужны четверо парней, сидящих на крыше, чтобы ставить клипы. Мы можем их раздать. Мы можем привлечь еще несколько парней на землю. Видеть лошадей просто необходимо, по-моему, по одной на человека. Ребята, спасибо, что посмотрел. Если ты чему-то научился, нажми на кнопку «Нравиться или подписаться». Мы увидимся с тобой на следующем.